Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Peugeot 407 2005 года выпуска с двигателем 1.8 на механике На этом автомобиле мы сегодня заменим ремень ГРМ два ролика и помпу Поднимаем автомобиль снимаем правое колесо снимаем боковую защиту пыльник и снимаем крышки, закрывающие ремень Поднял автомобиль снял колесо здесь как такового пыльника нету здесь наш локер он разделен на две части сверху и вот мы эту переднюю часть откручиваем и снимаем болтик на 10 болтик на 8 и также снизу торкс Т30 откручиваем и убираем его здесь у нас все открыто не закрыто сняв локер у нас откроется шкив снимаем вот у нас видно и ролики приводного ремня и сам шкив снял защиту так как помпу будем менять нам надо слить антифриз антифриз солью снизу сняв вот этот патрубок и через него будем сливать и через него будем сливать в интернете нашел размеры выточили мне вот таких три оправки это у нас для фиксации шкивов распредвала две штуки а это для фиксации маховика коленвала одна штука размеры я потом нарисую укажу какие сейчас берем устанавливаем фиксатор коленвала здесь вот за приводом полуоси завалом полуоси есть отверстие вон он отверстие его видно мы заводим туда вот этот фиксатор грязью забито надо почистить туго идет так вот я почистил маленько вставил вот я подсветить вставил вот этот фиксатор и поворачивая коленвал он дошел до зацепления где штифт фиксатора вошел в отверстие в маховике не знаю в каком положении сейчас распредвалы стоят но маховик я зафиксировал подушку мне придется верхнюю снять сейчас я двигатель подопру в поддон и откручу верхнюю подушку а там уже когда снимем крышку будем видеть как распредвалы стоят откручиваем вот этих три болта здесь гайка у нас и вот этот болт задний открутим здесь бита торкс Т-50 здесь у нас болт на 16 кстати подушка оторванная надо будет заказывать и менять новую и гитара тоже оторвана подушка разорвана полностью берем точно 16 одеваем на натяжной ролик поднимаем его вверх и скидываем ремень со шкива и скидываем 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 и скидываем Снимаем ремень. Ну, предварительно лучше, конечно, зарисовать, как он стоит. Сниму, наверное, вот эту я трубочку, чтобы она не мешала. Нажимается белая вот эта планка. Фиксатор. И снимается. Отведем ее в сторону. Откручиваем. Берем шестигранник на четыре. И откручиваем все крепления крышки. Откручиваем. Болты не выдергиваются, остаются в крышке. Открутил четыре болта. Пятого среднего здесь не было. Снимаем крышку. А, он был, но он был не закручен. А почему он не закручен? Просто до него не добрались. Он сидит глубже, шестигранник не залез в людей. Так, что у нас тут с фиксаторами? Сейчас посмотрим. Снял крышки. Установил два штифта, фиксирующих один и второй. Диаметры у них одинаковые. Они проходят через шкиф и заходят в головку. Откручиваем шкив. Я уже его сорвал. Вот он, болт пошел. У кого есть пистолет, пистолетом удобнее. А затягивать буду, когда попрошу уже помощника. Пятую передачу включаем, он на механике. Тормоз надавит, а я затяну болт. Можно было так же и открутить его, но в данный момент помочь некому. Снимаем сверху приводной ремень или снизу, кому как удобно. И снимаем крышки. Коленвал я показывал, где фиксировать. Так же я для себя сделал метки. Сделаю их на новом ремне тоже. И откручиваем ролик. Еще хотел показать, насколько смещена метка на натяжителе. Вон стрелка убежала вперед. Где-то на 2 сантиметра она находится дальше, чем должна стоять. Это настолько вытянулся ремень. Берем ключ на 13 и откручиваем болт натяжного ролика. И замки крышки. Вот. И 10 сантиметру. Вот он ролик. Ролик еще не люфтит. Снимаем ремень. Да, и ремень еще не мертвый. Еще маркировка немножко осталась. Стоял тоже ИНО. И сейчас мы будем устанавливать тоже ИНО. Откручиваем снизу болтом на 16. Обводной ролик. И снимаем помпу. Вот обводной ролик. Я его ослабил, головка на 16. Ну, а он уже загудел и залюфтил. Так, поднимаем автомобиль. Поднимаем автомобиль. И снимаем помпу. Открутил я помпу. Получается 3 гайки, головка на 13. И один нижний болт, головка на 10. Вот помпа отошла. Видно, с нее побежал антифриз. Но, чтобы нам ее снять, нам нужно выкрутить шпильки, на которые гайки прикручены. Вот отсюда их хорошо видно. Вот эти 3 шпильки. На них, по-моему, Ешка 7 одевается. Они выкручиваются. И помпу стягиваем с трубы, вот с этой пластикой, вперед. Снимаем. Вот шпильку подсветил, ее видно. Спасибо. 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 Вот такая шпилька с головочкой под Е7. Ну и откручиваем третью и снимаем. Все, открутил я все 3 шпильки. Теперь берем потихонечку и стягиваем помпу. Пампа люфтит. Вот стук. Поэтому менять ее надо было обязательно. Берем новый ремкомплект. Берем новый ремкомплект. Берем новый ремкомплект. Продолжение следует...